Сегодня мы вам покажем реставрацию окрашенных стен. Перед началом работ, я постараюсь максимально показать все проблемы старой окраски и дефекты стены, большинство из которых видно невооруженным взглядом. Устранить эти проблемы нам поможет шлифовка. Процесс долговременный, поэтому шлифовальная машина здесь будет как нельзя кстати. Работы по шлифовке стен достаточно трудоемкие, вручную выполнять эти задачи тяжело. Со временем, любая краска или шпаклевка застывает сильнее, становится крепче, соответственно удаление сложнее. Используйте наждачную бумагу крупной зернистости, чтобы легче было снимать старый материал. Движения шлифовальной машины должны быть с равномерным давлением, чтобы не деформировать поверхность. Нам удалось удалить все дефекты старой покраски, следующий этап шпаклевка, для этого используйте финишную акриловую шпаклевку, она продается готовой в виде пасты. Мы зашпаклевали все изъяны и неровности стены. Нужно дать время подсохнуть примерно 8-10 часов. Финишную шпаклевку можно шлифовать вручную и уже наждачной бумагой с мелким зерном. Легкими круговыми движениями без усилий выполните эту задачу. Перед тем, как вы начнете грунтовать стены, необходимо выполнить тщательную уборку, избавить помещение от пыли и мусора. Грунтовку стен можно выполнять валиком или краскопультом, с его помощью вы выполните эту работу значительно быстрее. Вы должны придерживаться главного, наносить грунт краску без наплывов, работать краскопультом равномерно, не захватывать вторично уже окрашенные области. Углы на ваших стенах лучше всего обработать малярным герметиком, выдавив его по стыку. А лишний герметик можно удалить пальцем. Тем самым переход будет максимально плавным. Наносить краску в таких местах будет значительно проще, и вы не увидите подтеков краски от кисти. Когда будут выполнены все реставрационные работы, а шпаклевка высохнет, необходимо проверить качество работы. Используя мощную лампу, вы направляете свет на все плоскости и выявляете пропущенные места с неровностями, помечайте их и сразу же устраняйте, шпаклюя их, только так вы добьетесь максимально высокого результата. Все дефекты устранены, реставрация удалась. Теперь осталось выбрать цвет и приступить к покраске. Помните любые лакокрасочные работы начинаются сверху вниз. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.